Издательство «Бомбора». Океан книг. Майкл Бенгей Стейнер. Коучинг лидерства. Говори меньше, спрашивай больше и навсегда измени свой стиль управления. Введение. Вам нужна привычка к коучингу. Одно из неотъемлемых качеств лидера — стремление обучать своих сотрудников. Количество статей о важности обучения подчиненных постоянно увеличивается. Эта тема нашла отражение даже в известной серии американских саркастично-образовательных комиксов «Дилберт» про офисных работников. Я считаю это определенным показателем успешности темы. Дэниел Гоулман, психолог и журналист, который популяризовал концепт эмоционального интеллекта, положил начало этому буму еще больше 20 лет назад. В своей статье «Leadership. That gets results», опубликованной в сборнике «Havard Business Review». Он считал, что существует семь основных стилей управления. Обучение — один из них. Исследование показало, что оно оказывает положительный эффект на результат работы, корпоративную культуру и чистую прибыль организации. Но в то же время это самый редко используемый стиль управления персоналом. Почему? Гоулман писал, «Многие менеджеры сказали, что у них нет времени, особенно в условиях настолько давящей экономики, на утомительное обучение работников и на помощь им с карьерным и личностным ростом». Это были безмятежные двухтысячные, когда электронная почта все еще была благословением, а не проклятием. Начали проявляться первые признаки глобализации, и мы не продавали свою душу смартфонам. Мой опыт работы с менеджерами по всему миру показывает, что ситуация стала гораздо хуже. Напряжение чувствуется сильнее, чем когда-либо. И несмотря на то, что обучение персонала — теперь часто употребляемый термин, реальная практика этого обучения в компаниях возникает редко. А если и возникает, то, кажется, не работает. Вероятно, вы пробовали. Не получилось. По всей вероятности, вы сталкивались с какой-либо формой обучения персонала. Исследование компании Blessing White, занимающейся развитием лидерства, в 2006 году показало, что 73% менеджеров — неплохие числа — участвовали в каких-либо тренингах по корпоративному обучению. Хотя оказывается, что это были не очень эффективные тренинги. Только 23% прошедших обучение ответили, что оно заметно повлияло на результаты деятельности или на личную удовлетворенность работой. 10% ответили, что пройденное обучение имело отрицательный эффект. Представляете, каково это — ходить на такие собрания? Вы только сильнее запутаетесь, и у вас окончательно пропадет мотивация после моего семинара по развитию навыков. Как итог, вас, вероятно, не очень грамотно обучали. И, вероятно, вы сами обучаете не слишком грамотно. Я считаю, что ваш первый опыт в развитии навыков обучения не удался по трем причинам. Первое. Скорее всего, тренинг по обучению персонала был теоретическим, слишком сложным, немного скучным и оторванным от реальности фактической жизни на работе. Возможно, на этих занятиях вы просматривали почту или занимались чем-нибудь более увлекающим. Даже если тренинг и был интересным, на нем не было уделено достаточно времени отработке новых знаний на практике. Это уже вторая причина. Третья причина. Оказывается, невероятно сложно давать меньше советов и задавать больше вопросов. Вы уже долгие годы раздаете указания, получаете похвалу и повышение. Руководство рассматривает вас как человека, повышающего эффективность, справляющегося с работой, постоянно контролирующего ситуацию. Но когда вы начинаете задавать вопросы, может показаться, что вы теперь теряете хватку в том, в чем раньше были полезны. Как следствие, общение с подчиненным проходит менее уверенно, и вы начинаете чувствовать, что в какой-то степени потеряли контроль над ситуацией. Это на самом деле так. Прием называется «передача полномочий». Если смотреть с этого ракурса, такая стратегия не кажется такой уж выгодной. Это не так уж сложно. Правда. В моей компании «Box of Cranes» мы обучили десятки тысяч менеджеров практическим навыкам обучения персонала. За годы практики мы пришли к выводу, что следующие тезисы нужно принимать как данность. Обучать просто. Семь базовых вопросов из этой книги дадут инструменты для получения необходимых знаний. Обучение должно быть ежедневным актом, а не редким событием в стиле «А теперь время учиться». Вы можете обучать персонал, когда сами понимаете и используете проверенные механизмы обучения и формирования привычек. Вы можете тратить на практику привычек 10 минут в день. Но зачем утруждать себя, менять что-то? Зачем обучать сотрудников? Вот почему это стоит ваших усилий. В основе сути обучения — помощь другим людям, раскрытие их потенциала. Я уверен, что вы хотите быть полезным своим сотрудником и компанией, но не рассматриваете возможность кого-то обучать. Давайте посмотрим, как обучение вашей команды помогает вам. Это позволяет меньше работать и показывать лучший результат. Если начнете проводить активное обучение персонала, будет легче разорвать три порочных круга, отравляющих работу руководителя, создание чрезмерной зависимости, перегрузку и потерю контакта. Круг номер один. Создание чрезмерной зависимости. Вы можете стать частью чрезмерно зависимой от вас команды. Этот фактор производит двойной эффект. Первое. Вы приучили своих людей излишне на вас полагаться. Такая ситуация будет вселять в них неуверенность, а в вас усталость. Вторым неприятным моментом успешно созданной зависимости станет слишком большое количество работы на ваших плечах. В таком случае сотрудники потеряют мотивацию. Чем больше помогаете подчиненным, тем больше они нуждаются в помощи, и тем больше времени вы тратите на нее. Обучение персонала поможет всем быть самостоятельнее, увеличит автономию и чувство ответственности, уменьшит необходимость браться за все подряд самостоятельно, принимая на себя руководство мельчайшими процессами. Круг номер два. Большая загруженность. Вы можете оказаться перегружены количеством ежедневных обязанностей. Даже если в совершенстве владеете всеми известными секретами продуктивности, тут работает принцип «чем быстрее копаешь, тем быстрее яму затапливает водой». Вы разрываетесь между увеличивающимся количеством приоритетов и задач, периодически отвлекаетесь на проверку беспрерывного потока почты, бегаете с одной встречи на другую, и в итоге теряете концентрацию. А чем больше теряете концентрацию, тем сильнее чувство загруженности. И наоборот, чем загруженнее вы себя чувствуете, тем сильнее теряете концентрацию. Обучение команды поможет вернуть концентрацию. Вы и ваши подчиненные сможете осуществлять ту работу, которая действительно приносит результат. Вы будете тратить свое время, энергию и ресурсы на решение действительно важных проблем. Круг номер три. Потеря контакта. Вы можете потерять важный в работе контакт с командой. В основе моей предыдущей книги «Do more great work» лежит принцип «Недостаточно просто сделать дело». Вы должны помогать людям заниматься деятельностью, которая имеет смысл и приносит значимые результаты. Чем больше мы тратим времени на работу, у которой нет реальной цели, тем меньше получаем от нее удовлетворение. И чем меньше мы получаем удовлетворение, тем меньше вероятность, что мы сможем сделать что-то великое. Создание привычки обучать поможет вновь включиться в работу, которая не только будет давать результат, но и будет иметь значение. Правильное обучение поможет набраться смелости и выйти за границы известного и комфортного, позволит работникам получать опыт, а также увеличит потенциал. Это также поможет избежать зависимости, тяжелой работы и потери связей с работниками.